Я тебя сегодня продам, собака ты сутулая. Ты понял меня, гад? Ни хрена ты не ездишь. А перед началом ролика, ребятки, хочется отдельно поблагодарить вот этих вот самых ребят, которые оформили подписку на канал за последнюю неделю. И еще особая благодарность вот этому чуваку с ником Гоша159, который правильно отвечает, а главное первым, на все мои вопросы. Если ты хочешь также, чтобы твой ник и твой комментарий был в следующем видео, также принимаю участие. Отвечай правильно на вопросы, а главное первым. Смотри ролики до конца и желаю всем приятного просмотра. Так, ребятки, всем привет, всем здрасте. Фарник-симулятор 19. Карта Варваровка или Варваровка, кому как больше нравится, впрочем. Тут так и называют. В общем, дела такие у нас сегодня, ребята. Пшеничка вот у нас уже подрастает. Ячмень у нас еще не всходит вообще никак. Одним вот только эти... Кыш! Собака шутула села на мой огород. Вот, ячмень все никак не растет. Ячмень все никак не растет. Вон там он у нас в элеваторе. 49 тысяч пшеницы и 45 тысяч ячменя. Мы все это дело сегодня будем обязательно вывозить на поезде, на нашу мельницу. И там будем делать муку. Я уже вот на этом чудом уазике туда съездил. Вот, отвез туда ровно тысячу. И получилось тысячи на 949 килограммов муки. В принципе, неплохо. С одной тысячи 50 килограмм потери. И это нормально. С учетом того, что пшеница у нас тут по 800 с копейками, а мука будет почти 2800, да? То есть 50 килограмм мы теряем, но целую тысячу в деньгах приобретаем. Ха! Неплохо. Нормальная такая арифметика. Вот, еще нам сегодня нужно будет обязательно съездить в магазин за семенами. И удобрениями. Потому что у меня тут осталось 72 и 6. 78 литров. Это, ну, вообще ни о чем. Вот, поэтому сейчас мы давай пойдем на поезд. Вот она же, замечательный чудный поезд. Стоит, охраняет. Погнали мы его к нашему. Хранили еще. Так, надо ему там переключить вот эту вот штуку. Открыть крышки, да? Сюда мы пшеницу сгрузим. Дальше, дальше, дальше. Вот сюда, вот в этот полувагон ячменя. Господи. Как же тобой управлять-то камера? Вот сюда вот ячменя. Тихо, тормози, 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 родной. Так, погодь, я не на своем этом. Ха-ха, зерно хранилище, ребята. Едем дальше. Затупил, бывает. Не доехал. Нормально прям так, да? Бабах, сквозь дерево. Оператор, прости, направил тебя в дерево. Думаю, лицо-то там не царапал. Объявление какая-то, доска. Мочимся, мычимся. Давай посмотрим, какой у него звук. ну чё так мощно какие-то эти дрова там лежат можно будет прийти их понабрать так это у нас лесопилка дальше приезжаем а вот она наша хоронилища я даже не знаю сколько в этот тормози тормоза не завезли поезда вообще никак будто его загнать локомотивчик посмотреть что там нас колодками так-так-так тормози я тебе говорю тормози стой стой рада пшеница 49 ячменя 45 давай сюда ячменя зашипит сыпется 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 ячмень нормально сюда я так думаю 60 это больше влазит 45 это только 37 процентов 40 да еще 40 это 8 120 где-то и вот сюда мы загрузим нашу пшеничку тормози 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 так р не ячменя нет не надо пшеница да пошла пшеничка рука какая от меня сейчас засыпет поп 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 ну все вроде бы как отоварились крышку можно будет закрыть погнали теперь мы поедем знаете как пусть на долго играешь будет ехать вот так вот здесь он перейдет вот на эту линию поедет по правой стороне когда правую сторону все проедет он здесь вот перейдет на левую сторону и потом только попадем мы на нашу а мельницу я думаю сейчас есть смысл переключиться с поезда пускай он сам велит вот мы пересядем 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 давай вазик запустим всей техникой что у нас есть мы сейчас поедем магазин затаримся 25 метров расстояние нормально и вот этого комбайн мы продадим вместе с жаткой купим новый вот такие вот сегодняшний планы у нас поехали поезд ты чё там не едешь давай езжать так сейчас бы вспомнить дорогу до магазина а то этот кроме полень чем больше не занимался за кадром еще кстати нужно будет оккультурить нашу стоянку вон там чем-нибудь вот спаде ветки еду собираем вот сделать нормальный там стояночку для техники и может быть обнести тут все с забором что я думаю бесполезная вещь поезд езжать поезд не хочет ехать в общинниках ну и да ладно это его проблемы мне тоже некогда тут ездить на нём рассекать тут что-то у людей он растет контракты есть интересны какие-нибудь такие хорошенькие поедем пособирать еще нам нужно удобрялку какую-нибудь приобрести навозом удобрять такое себе поэтому я думаю будем наверно жидкими удобрениями пользоваться больше потому что навоз он стоит как бы слишком дороговато и после всяких проведенных исследований наука доказала что из удобрений таких вот сухие и жидкие больше как бы урожайность нежели после навоза налево сейчас мадам о конкурентно хлеб так ну-ка на мельницу быстро езжай там закупайся надо будет в этом селе немножко как разбогатеем помочь нашему силу выделить денежки в бюджет чтобы починили дороги так поезда нет я даже знаю почему его нет не знаю где он стоит направо-направо так село въезжай варварка вы поймаешь это за городом такие дыры а это уже в селе такие дыры а балдеть просто обязательно когда разбогатеем вы мне потом дальнейшем напомнить виде наверно комментария что мой дэнчик ты обещал выделить денежки так я не помню где тут магазин это съезд точно не магазин это тогда да 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 мост проезжаем и направо бы вы и скоро вы повесили и чувак клюет чини клюет так вон там че у нас блин как бы я его не проехал бибиб вот где мать вашего магазин находится магазин не все правильно где-то надо будет налево я думаю возле вот и маршрутки поехали у вас давай людей не дави ток и приезжаем у нас вижу это про вообще 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 оживленный какой-то участок дтп я забыл где этот магазин еще дальше да хранилище магазин проехали подожди магазин это не тот магазин нужен магазин которым продается все ваша дивизия перекуп магазин 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 а не тут же недалеко он должен где-то это кран прием салона и хлопка так 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 понятно все ясно перекуп заправка почему нету вон он где ёх макарёк назад надо назад налево через переезд и вон а мне надо было вон аж где направо уходить я понял тебя так а мы там лесом полем проедем как нибудь а через огороды нет не проедем окей вот там вот проедем я думаю где-нибудь лучше значит не знать карту вот тут вот налево через переезд здесь никого здесь никого так у вас ты проедешь или же столкнешься с этим васи нормально проехал поезда нет интересно поезд поехал или нет так я думаю подъезжаем к магазину уже да это не он но вон туда да да это завод это завод и магазин где магазин вот магазин вот бебеб серьезно он здесь отоваривается что ли так точно здесь так покупаем значит семян раз два три покупаем а чё ж я вышел то удобрение раз два три что я знаете что хотел купить ммм пойдет она к моему вазу или не пойдет что я хотел купить вот что так 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 это у нас не сюда вот сюда вот эту вот штуку вот эту вот штуку вот запаску 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 конечно запаски с такими дорогами у нас у меня по-моему такие стоят гос номер вообще не важно берем вот эту и на нее еще один кузов вот этот вот верхний мне не нравится да вот теперь идем в гараж продаем наш замечательный руссельмаш до свидания продаем сжатку от него теперь идем в магазин с уборочной машиной Нива покупаем вот эту вот Ниву так 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 что у нас тут сзади может быть комплектация пункт 5 я не знаю что он делает он наверное на салону делает да тогда есть смысл сзади сделать какое-нибудь просто прицепное так год выпуска 72 или 94 конечно 72 выбор номера ну давай сделаем первый вдруг дали еще там что-нибудь будет из жалюзи ох терминаторы да щитки нет щитки да конечно да так выбор основного цвета хм хм я думаю ни хрена ничего не меняется так цветка белый беленький так и есть тоже красненький нет беленький как-то более выгодит да так цвет обода черненький сделаем совет надписей желтый оооо якши хорошешно берем 53 минус и жатко 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 у нас у нас кто это у нас только подсовок это у нас 5 метровый кубочный комбайн верю work speed рабочая скорость 17 делителей делителей а в чем разница а в смысле такие или такие вот пускай будут что-то ладно 3 шипки нет шипки да мотовила что за мотовила ага во пока они вообще прям нравится основной цвет а? не может быть я дальтоник но по моему цвета одни и те же верю так поехали подожди надо счетового Васю пока чтобы Вася тут был Вася стой пока никуда не езди вот сейчас мы попробуем настроить наш прицеп так а поезд отсюда видно нет? ни хрена не видно поехал он там не поехал так 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 заем 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 тих 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 аккуратненько цепляем наш чудо замечательный прицепчик перездаем назад вот аккуратненько вроде бы даже попали вух отлично вот вот посмотрим как у нас Нева себя чувствует ох моща тих 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 нифига ты какая маневрена так вот аккуратненько тих 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 наконец-то зацепили сжаточку так конечно мы выставим трубу нормально по высоте офигенно четко четко работает чечетко так теперь выезжаем отсюда вот на этом мы поедем пускай пока заведенным стоит в тебя мы садимся так сейчас позовем пацанов чтобы нам тут все по загрузили грузчики наши ну в смысле не наши их магазины и отправимся с вами до дома доходы заправлять наши сеялки так вроде бы грузчики пришли и сказали что закончили все погрузили пойдемте пора в путь дорогу блин а я опять тут все не по заглушил ну и да ладно а еще хотел бензину купить точно ладно бензин пока есть бензин скупим в следующий раз дайте выйти из машины пожалуйста вот поехали ну где ж там поезд то наш кто нибудь поезд видит ну что он на месте все ставит нет он уехал поезд уехал ладно бибиб вот откуда здесь все поехали так а мы же можем вот тут вот сократить да я не помню там есть дорога или нету ладно поехали там где знаем а то раз уже проехали ты тыж ты тыж вот это тут и я мы не ну где же этот чертов поезд где-то ездит а че-то не так быстро едут прикольно почти обгоняет меня так вот налево так автодрайв может быть настроить чтобы вот эти вот все поездки сильно много времени не занимали ребятки давайте кто напишет первый правильный комментарий тот знает что получит так на учетом спиде гонщики че не так вазик с тобой наполнить прицеп самосвал чем интересно напомню он что-то не может за это не выехать я не понимаю почему надо сейчас подъедем разберемся ну круиз-контроль стоит смотри на пятерки целые в чем дело ну вот сорокошку сорокошку тебе выставим я думаю мое него все равно быстрее не поедет пуп-пуп-пуп-пуп-пуп отлично едут гонщики у меня максималка 25 круто такой прям вообще да я думаю надо будет два таких купить сейчас посмотрим посмотрим как этот будет справляться по нашим неровностям если все замечательно хорошо то обязательно приобретем второй такой что он стоит 53 и жатко вносим до 61 косарь неплохо я думаю нормально такое вложение по 55 где-то плюс-минус мы их потом обратно будем сдавать а пояс собака сатулы стоит на месте пояс никуда не уехал пояс никуда не уехал я его отсюда вижу вон там в кустах так и наше поле наше поле дальше хотя наше поле вот это вот второе ячментик растет минута вон первое там пшеничка пояс что-то не поехал что-то с ним случилось может там соляра закончилась что вряд ли ну вот эй пацаны давай за мной сюда оп молодцы так что мы сегодня сделали мы сегодня сделали вот что мы приобрели приобрели новый комбайн невасик sk5 вот такой вот красивенький чудненький маленький мы сегодня приобрели для нашего уазика прицепчик вот такой вот блин а он цветом дорогим каким то ну да ладно вот закупились семенами удобрениями ну в принципе все а загрузили еще поезд сейчас поедем отвезем это все дело на нашу мельницу и запустим производство муки все томбайн это твоя конечная прикольный у тебя выход такой сзади джик так ты пока стой у вас у вас у вас у вас у вас мы тебя отключаем ну она видите как рассыпалась все в нем удобрения ну да ладно мы его высыпать тогда не будем я думаю трактором подъедем и она с кузова нормально засыпется вот так вот так вот стой красивый и идем сюда теперь тебя паркуем а что же делаю там не те кнопочки сжиму тихо 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 давай по городу не будем видеть как мы тебя прогонем тихо тихо офис мой не снеси вот так вот на тебя и оставим оп все родной стой так на поезд переключиться я не могу значит все в порядке почему не уехал ладно сами поедем татыры татыры включу я вам наверно музычку да пока мы будем ехать в поезде слушайте и наслаждайтесь и шум и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну вот, друзья, мы уже почти подъезжаем. Сейчас у нас вокзал будет. Обязательно надо подудеть, потому что мало ли тут люди ходят по перрону. Вот тут вот по этой ветке мы уйдем сейчас направо. И уже пора начинать притормаживать. Вот она, наша мельница. Так, включим вот эту вот штучку, нам понадобится. Давай-давай-давай, притормаживай, притормаживай. Сейчас мы должны поставить вот этот вагон вот под эту вот разгрузочку. Оп, остановочка, пшеничка пошла. Угу, видите, как он? Зерна вот снизу выгружает. Ладно, немножко. В задний бункер не попали? Ну, да ладно. Че? Какая нахрен продажа? Вы офигели? Продажа, мать вашу. Нет! Я хотел, чтобы оно... Мгуд делало. Фак и на шет. Почему так? О-о-о-май-гад. Я понял. Везём обратно ячмень. Здесь выгружать мы его не будем. Он сразу его продаст. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы так не договаривались. Вообще-то мы так не договаривались. Фак! Ребята, вы знали, что здесь будет сразу продажа? Я вот, честно сказать, вообще не знал. Ну и да ладно. Зато узнали, что на поезде мы везём сразу на продажу. Обидка. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Так, вот с этого я элеватора хотел, да, что-то выбить. Элеваторы, говорю, зернохранилище. Оно оказалось не нашимским. Ладно, везём на своё. Выгружаем ячмень. Так, шесть с половиной, шесть с половиной. Это у нас получается 13 тысяч, да? А у нас их целых 45. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. Нормальные тут такие зигзаговские пути. Раз, два, это у нас в третьем, да, с головы получается, полувагон. На него переключимся сразу. Хотя, наверное, можно было бы и продать ячмень, но нет. Но нет. Мы его лучше отвезём. Сделаем из него муку. Но я думаю, это будет всё сделано в следующей серии. А в этой серии мы будем с вами, ребятки, уже заканчивать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тормози. Оп, проехали. Ну ничего, чуть-чуть назад осадим. А эту серию мы уже будем с вами заканчивать и увидимся в следующей. А чтобы увидеть в следующей, сами знаете, что нужно сделать. Подписаться на канал, прожать колокольчик. Ну и пожелание, оставить комментарий, прожать лайк. Спасибо, ребятки, за просмотр. Всем счастливого дня. До свидули.